МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ученики ВИДНОВских школ своими руками делают новогодние открытки для военнослужащих, участвующих в СВО на Украине. Спасибо за мирное небо, за вашу смелость и отвагу. Скорее возвращайтесь. В Историко-культурном центре открылась выставка члена Союза художников России Нелли Крапивенцевой. Такие яркие, нарядные, сочные работы. Вообще автор потрясающий. В музее-заповеднике Горки-Ленинске рассказывают историю новогодней игрушки. На выставке представлено более 200 предметов. Где-то размещены у нас в виде инсталляций подобных, которые отражают быт еще усадебный. В школах Ленинского городского округа проходит акция «Письмо солдату». В ней принимают участие ученики видновских школ. Ребята своими руками мастерят новогодние открытки, в которых пишут свои пожелания. Мы должны с вами сегодня на уроке создать своими руками открытку, новогоднюю открытку. Сегодня в третьем Е-классе Видновского художественно-технического лицея урок технологии необычный. Орудуя ножницами, клеем, цветной бумагой и массой других материалов, ребята делают новогодние открытки. Чего же тут необычного, спросит пытливый зритель. Ребята мастерят их для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Помимо красивого украшения в каждой из них, несколько теплых слов. Дорогой военный, с Новым годом! Желаю счастья, здоровья и успехов, чтобы все получалось. Пусть исполняются все мечты. Возвращайтесь домой. Пусть Новый год со счастьем новым, подсказку сна к вам в дом войдет и вместе с запахом еловым здоровье и счастье принесет. Стоит отметить, что к уроку ребята подготовили заранее. Многие детали открыток сделаны еще дома. В процессе активное участие принимали и родители. Оттого каждый из них получился очень праздничный и по-настоящему уникальный. Взрослые дети подошли к этому вопросу креативно. Каждый придумал свою идею создания открытки. Кто-то работает в технике с пластилином, кто-то с цветной бумагой, кто-то с ватными дисками. Каждая семья постаралась создать образ новогодней открытки. Кипит работа этажом ниже, в четвертом Е-классе. Учитель еще раз напоминает ребятам, каким образом лучше всего разместить рисунок и текст письма. Запись, поздравления, да? Какие слова вы хотите этим бойцам адресовать? Здесь творческая мысль тоже бьет ключом. И как в предыдущем случае, каждая открытка – плод совместного творчества детей и родителей. У каждого нашлись свои, тоже неповторимые слова, чтобы поддержать тех, кто сейчас находится в зоне СВО. Дорогой солдат, я поздравляю тебя с Новым годом и Рождеством. Желаю тебе оставаться таким же смелым и храбрым. Я желаю тебе здоровья, силы, мужества, победы. Спасибо за мирное небо, за вашу смелость и отвагу. Скорее возвращайтесь. Очень скоро все эти письма будут отправлены адресатам с очередным конвоем. Напомним, первые письма участникам спецоперации на Украине ученики Ленинского округа написали в марте. С тех пор акция «Письмо солдату» проводится на постоянной основе. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях заведующая отделением медицинской профилактики взрослой Видновской поликлиники Лариса Соловьева. И поговорим мы о росте случаев заболевания ОРВИ. Добрый день. Здравствуйте. Что, действительно такая вот авральная ситуация? Да, в последнюю неделю наблюдается повышенный рост заболеваемости респираторной инфекции ОРВИ, грипп. И отличить их можно по клинической картине. Как правило, начинается острое заболевание, температура поднимается до 40 градусов, не падает порядка трех дней. И потом присоединяется бьющий, приступообразный кашель, невыносимый, с слабостью выраженной остынией, потливостью. И поэтому мы призываем при первых симптомах проявления респираторной инфекции сразу обратиться за медицинской помощью. Тем более, что для этого на сегодняшний день в поликлинике созданы все условия. Практически у нас на сегодняшний день поликлиника работает на оказание неотложной помощи в две смены, с 8 до 20, включая субботу, воскресенье. Прием ведут 4 врача, и прием осуществляется до 250 человек в день. При этом вызовы на дом, порядка 150 вызовов, которые обслуживаются тоже день в день, усилены бригадами из врачей и фельдшеров. При этом осуществляется запись на повторное посещение пациентов в процессе заболевания. Пациент может записаться либо самостоятельно через портал госуслуг. Его могут записать при первичной явке. Также, опять же, ведется каждый день прием в конкретно выделенном кабинете 205, опять же, с 8 до 20, где пациент, не записавшись к врачу, может прийти и самостоятельно пройти по живой очереди, попасть к терапевту, ну, как бы беспрепятственно. Существуют ли какие-то эффективные меры профилактики? Конечно. Самые эффективные меры профилактики – это вакцинация против сезонного гриппа. На сегодняшний день снижена иммунная прослойка по гриппу. Иммунитет подорван борьбой с ковидной инфекцией. В последние годы не было всплесков такого повышенного заболеваемости гриппа. Поэтому, как бы, организм очень восприимчив к данному вирусу. На сегодняшний день это вирус А, гриппа H1N1. Он, как бы, очень заразен, очень тяжело протекает. Но так как иммунитет ослаблен, он течет тяжело. Поэтому обязательно необходимо привиться. И если человек на сегодняшний день находится вне болезни, если он, как бы, уже выздоровел после перенесенного какого-то заболевания, с учетом того, что штаммов много, поэтому привиться надо. Вакцинация также проводится каждый день в поликлинике с 14 до 20 часов. Вакцина есть. Иммунитет в стойке развивается через 8-12 дней. И практически иммунитет перекрестный. Потому что штаммов много. И, как бы, вакцина всегда создается с учетом нынешних штаммов. Поэтому очень хорошая защита вакцинации от сезонного гриппа. Ну, в связи с тем, что поликлиника работает в таком напряженном режиме, влияет ли это как-то на процесс диспансеризации? Значит, диспансеризация продолжается. На сегодняшний день, вот в нашей Винновской поликлинике, диспансеризация охвачена более 10 тысяч человек прошли диспансеризацию. Диспансеризация проходит отдельно, на четвертом этаже. Она не связана с больными, которые обследуются и проходят лечение по поводу респираторной инфекции, которые проводятся на втором и первом этаже. То есть человек, записавшись, придя на четвертый этаж, практически обходит весь маршрут диспансеризации на одном этаже, не сталкиваясь с больными респираторной инфекцией. В процессе диспансеризации на сегодняшний день выявлено порядка вновь выявленных заболеваний с сахарным диабетом. 26 человек за год – это достаточное количество. 23 человека впервые выявлены на онкологии. Также продолжают наблюдаться онкологические больные, больные с сахарным диабетом. В процессе диспансеризации проходят дополнительные исследования. Диспансеризацию проходить надо, потому что диспансеризация – это комплекс обследований, скрининговый, который включает в себя выявление впервые хронических неинфекционных заболеваний. В первую очередь, они направлены на выявление онкологической настороженности. Также выявляются факторы риска развития сердечных сосудистых заболеваний, холестерин повышенный, повышенные цифры давления. Все это в процессе прохождения диспансеризации корректируется, назначается лечение, назначаются контрольные явки, и как бы диспансеризация остается актуальным звеном. Надеюсь, послушав все, о чем мы говорили, люди все-таки хоть чуть-чуть начнут внимательнее относиться к своему здоровью. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо вам. А я напомню, что у нас в гостях была заведующая отделением медицинской профилактики взрослой Видновской поликлиники Лариса Соловьева. В Историко-культурном центре открылась выставка члена Союза художников России Нелли Крапивенцевой. На экспозиции под названием «Краски странствий» представлено более 60 пейзажей и натюрмортов, выполненных в технике масляной живописи. Тему продолжит Наталья Буслаева. Это уже третья персональная выставка Нелли Крапивенцевой в стенах Историко-культурного центра. Основу экспозиции «Краски странствий» составили картины, написанные художницей в течение двух лет, проведенных в путешествиях по средней полосе России, Уралу и поездке на озеро Байкал. А есть такие, которые мечтаешь там несколько лет, и вот когда наконец свершается это, а еще когда рядом коллеги твои и сильные художники, вот это вот самое-самое дорогого стоит. Поздравить художницу с открытием выставки пришли поклонники творчества, друзья и коллеги. Много теплых слов в адрес автора экспозиции прозвучало от бывшего однокурсника Михаила Решетнева. Вот здесь уже было сказано, что такие замечательные работы, и что Нелли Алексеевна человек очень неравнодушный и активный. Я вам скажу, она всегда была такой. Она всегда. Мысли какие только не делали мероприятия в том же художественном училище. И сейчас мы встречаемся и проводим пленеры вместе. В нескольких залах центра разместилось более 60 пейзажей натюрмортов, выполненных в любимой технике художницы – масляной живописи. Это самая благодатная техника и, в общем-то, не самая сложная, потому как здесь можно и исправить, и записать, в отличие от акварельной. Вот, поэтому для меня она более удобная и знакомая, привычная. Цветочные букеты, пейзажи с разливами рек и бескрайними полями и лесами раскрывают многоликую красоту огромной России. Ну вот, первое впечатление. Мне все очень понравилось. Такие яркие, нарядные, сочные работы. Вообще, автор потрясающий. Мне очень нравится творчество Нелли Алексеевны Кропиленцевой. За то, что оно такое оптимистичное, во-первых. Во-вторых, это замечательный взгляд на мир, такой более пристальный, вот именно такой художественный, глубокий взгляд на мир. И все ее картины отражают, не просто отражают окружающую действительность, а еще и отношение к ней. Выставка «Краски странствий» предлагает зрителю увидеть и понять как бытовое, так и более глубокое содержание этих произведений, открыть красоту и тайный смысл окружающего нас мира. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась традиционная выставка «История новогодней игрушки». Наша съемочная группа оценила экспозицию и прониклась атмосферой волшебного праздника. Рождественские открытки, елочные украшения, куклы, программки праздничных спектаклей и книги. Новая выставка под названием «История новогодней игрушки» расположилась в Южном флигеле музея-заповедника Горки-Ленинске. На выставке представлено более 200 предметов. Какие-то размещены у нас в виде инсталляций подобных, которые отражают быт еще усадебный. Здесь мы видим кресло очень интересное. Выставка, вышивка, выполнена на нем гобеленовым швом. На нем же располагаются из частного собрания Ольги Шляховой «Медведи». «Медведи» 1950-х годов. Все экспонаты из фонда музея-заповедника и частных коллекций «Жемчужина» выставки «Новогодние игрушки семьи Ульяновых» ручной работы, изготовленные в технике Папье-Маше. Коллекция игрушек семьи Ульяновых сохранилась до наших дней. Около 8 игрушек. У нас сегодня на нашей выставке представлены не все. Дело в том, что в этом году нам удалось посотрудничать с музеем-заповедником «Коломенское», где и представлено на той же новогодней выставке игрушки семьи Ульяновых. У нас представлено на выставке две игрушечки. На выставке можно проследить эволюцию елочных игрушек с 30-х до конца 80-х годов прошлого века. Со временем на смену самодельным украшением из бумаги пришли всем нам хорошо знакомые стеклянные. Наиболее интересными в коллекции являются игрушки 1950-х годов, представленные на таких о них прищепках. До наших дней по понятным причинам их сохранилось наименьшее количество. Здесь отражены также темы, которые отражались в этот момент идеологией государства. Это дружба народов, освоение космоса. Посетителям выставки будет интересно сравнить дореволюционные рождественские открытки с новогодними, что выпускались уже в советское время. Кстати, пройдя на сайт музея по специальному QR-коду, можно не только хорошенько их рассмотреть, но и прочитать, какие послания на них оставляли наши предки. Выставка будет открыта для посетителей до 15 января 2023 года. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.